Привет всем, всем моим подписчикам и гостям моего канала. Сегодня я буду с вами готовить луковый суп, французский луковый суп. Для этого нам понадобится 500 грамм мука, совсем немножечко масла, 20-30 грамм муки, 750 миллилитров воды, 1 кубик бульонный и специи. И соль. Приступаем. Нарезаем лук тоненько, такими вот полосочками. Разогреваем кастрюльку, добавляем масло растительное. Растапливаем маслице, добавляем мучок. Хорошо обжариваем. Мешаем регулярно, чтобы хорошенечко обжарилось. Если вы видите, что лук впитал слишком много масла сливочного, и как бы он начинает прилипать, и сохнет, а не жарится в сковороде, в кастрюльке, то тогда можете еще добавить масло растительное, что я и сделала. На свой вкус. Будет немножко пожирнее супчик. Повкуснее и посытнее, я думаю. Продолжаем мешать, мешать, мешать. Видите, он у меня уже становится как бы немножко прозрачненьким таким. Надо, чтобы он как бы получился немного прозрачным. Поджаристый, но в то же время немного прозрачным. Так, наш мучок практически хорошо уже поджарился. Смотрите, вот до такого вот цвета, видите. Я его присыпаю. Так, присыпаем мукой. Обжариваем, добавляем немножко огонь. Обжариваем с луком. И заливаем водичкой. Добавляем в кубик. И варим. И варим 15 минут. Периодически помешиваю. Вначале, конечно, вид у него не самый аппетитный. Я вам покажу, какой у него вид. Смотришь, он такая это ерунда. Но это только вначале. Потом будет очень вкусно. Так, добавляем специи. Я, как всегда, кюркюма и кюма. Даже в луковый суп. Мне это... Не знаю, я все время добавляю эти две специи. Вовсю. И, естественно, мои семена льна. Как всегда. Щепоточку семена льна. Они безвкусные. Они вкуса вообще никакого не дают. Но они полезны. И немножечко соли. Много не добавляйте. Надо пробовать. Потому что, так как вы добавили кубик, естественно, он уже с солью. Получается вот такой густой супчик. Сейчас я вам покажу. Видите? Такой густоватенький он получается. Видно, замутки. И, естественно, цвет меняется. Красивее становится. Единственный недостаток этого супа это то, что нужно стоять и помешивать. Потому что, так как мука там добавлена и пригорает. Все, наш суп готов. Смотрите, какая прелесть получилась. Накрываем. Пускай настоится 5 минут. В тепле. Ну что, наш супчик готов. Можете добавить сыра и отправить немножечко в гриль буквально не на несколько минуток. А может быть просто добавить сырок тертый просто так, а можно и без сыра. Так что всем приятного аппетита и бон аппетит! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»